Субтитры делал DimaTorzok 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 Дальше Субтитры делал DimaTorzok На втором Hebok В средней камере Декабы не было бумажки Вы сделали акцию Таковы Pichar Да х � starring Brad Все доставайте Изготовлено 6 alas Куда пропало? Раньше было написано Срок годности после вскрытия упаковки. Сейчас нет информации такой вообще ни на одном салате. А это между 12 часов, которые были написаны? Они не прописывают больше. Специально убрали, чтобы скрыть эту информацию. Да. Словие хранения, срок годности 5 суток. Замечательно. Нет информации. А когда упаковано у них, скрыто? Скрыто у них 6 числа. Ну просроченный, 12 часов прошло. Если нет, пускай предоставили информацию срок годности после вскрытия. Убрали. Я знаю, что убрали, поэтому говорю, что нет информации. Это поразительно. То есть это они смогли убрать. Как они все делают, да? Что по поводу полиции? Вызываем. Ну может сначала пообщаемся с руководством магазина? А те салаты вы уже сняли и уже не будете стоять на реализацию, да? Нет, я запаянный буду. Не, не, вот эти вскрытые. Нет, вскрытые уже все. Все, вписываете, замечательно. Я их убираю, сейчас буду вскрытить, запаянный и класть. Конфеты Lucky Days, да? Сейчас я покажу, кто там лежит. Денис, аккуратно, давай лучше на пол ставить. Сейчас, сейчас я пойду где, а вот она. Тут лежит какая-то маркировка на уровне от этих конфет. Это не Lucky Days. Здесь она просроченная. 6 месяцев. Ну конечно, давно уже просрочена. Достаньте на фитку сейчас по картинке. Ну понятно. Ну, маркировка на дне лежала. Пытаются обмануть покупателей. Вот интересная вещь. Вот такое делать нельзя. Это они взяли с какой-то свежей коробки, вероятнее всего. А таксеры копировали и вставили сюда. Но скорее всего даже не со своего магазина, а с другого магазина. Фотографию будут распечатали. Здесь должна быть родная отрезанная в коробке. А это просрок. Звоню в 102. А ответят ли? Здравствуйте. А можно нам участковую реализацию некачественной и просроченной продукции в магазине? Не берут 102. Вы примите и передайте. Или вы тоже отказываетесь? Город Мурманск. Улица Кнеповича, дом 37. Реализация просроченной и некачественной продукции. Ну, кто приедет быстрее? ВПС приедет хорошо. Ну, лучше участковый, конечно. Ну, пускай и того, и того отправляют. Кем являюсь в магазине? Я покупатель. Совершенно верно. Правильно. Смени. Много вопросов. Сначала сказали, звоните 102. И это не берут. Звоните в Октябрьский. Ничего не берут. А по какому вы номеру звоните? Я говорю, по всем. Не берут. Я его спросил, вы не хотите принимать? Что-то происходит. Нас уже все. Начинают давить. Чтобы мы этим не занимались. От кого интересно идет в Казани-то? Вообще, что ли? Из высока. Кому-то не нравится. Может быть, просто сотрудники полиции отказываются ехать на наши вызовы? Ну, понятно, что они не хотят ехать. Поэтому я... Надеюсь, массовое увольнение не будет? Ха! Я просто с ником. Просто не хотят беседу с нами вести. Да, боятся попасть под уволение. Не хотят рисковать. Не, ну это ненормально. Вот здесь уже 112 начинают отшивать. Это вообще что происходит? Ну, я в шоке. Я вот не знаю. Я сутр предлагаю дождаться кого-нибудь из сотрудников полиции. Оформить магазин. Почему? Потому что оно было предупреждение. Они им не воспользовались. Да. Придется... Упроводитель не подошел к нам. Поэтому давай дождемся. Сколько бы это не стоило нам по времени. Дождемся. Так и сделаем. Тем более салаты мы нашли. Салаты, конфеты. Я думаю, мы сейчас пройтись тут много чего можно. Ну, будет время поискать. О, взял баночку и пошел. А баночка мятая. Продавать ее нельзя. И 100% что они видели, потому что они выкладывали это сами вручную из коробки. Ну, как-то так. Зашли мы в магазин Магнит, в котором уже были к Непоича 37 в прошлый раз. Ну что, меняться они решили, видимо, проигнорировать. Думают, раз мы в прошлый раз не оформили, значит, мы их опять будем жалеть. Вот, конфеты. Все без маркировки. Ну, 100% про срок. Потому что обычно эти в родных упаковках, когда срок заканчивается, они высыпают такие. Хлебушек замечательный, на двое суток просроченный. Они так бы сказали, вот, это человеческий фактор. Но оно лежит спереди, а за восьмое число лежит сразу сзади. Здесь также на двое суток просроченный и это второй хлебушек. Сыры опять упакованы четвертого сроггодности. В них 12 часов, а не 7 суток, как они пишут. Поэтому внимательно смотрите всегда на сроки. Ну и салаты тоже самое. Что интересно, на салатах они убрали сроггодности после вскрытия. То есть, чтобы людей вводить в заблуждение, что салатик свежий можно кушать. Все салаты просрочены даже по их маркировке. И интересные вот баночки стоят на реализации. Вот они мятые. Специальная пленка для увеличения сроков годности. Она нарушается и начинает ржаветь банка изнутри. Поэтому такого пить нельзя, ну и реализовывать также нельзя. Вот вызвали участкового, вызвали полицию. Ожидаем, кто приедет. Будем оформлять магазин. Лежит манго. У него срок годности 21 сутки. Здесь никакой маркировки нету, но он уже мягкий. Скорее всего, он давно просрочился. Коробочку выкинули, положили просто так. Здесь лежит авокадо. 15-е, 0-е, 8-е. Срок годности не ограничен. Замечательно. Гранаты посмотрим. Так, свежий гранат. 25-е, 0-е, 8-е. Срок годности не ограничен. Как замечательно, да? А интересно, здесь ограничена срок годности? Здесь тоже срок годности не ограничен? Ничего не ограничено, да? Все может вечно храниться. Ну что, снимаем? Снимаем, только аккуратно, чтобы он не посыпал. Срок годности не ограничен. А прям сюда вот складывай на подоконки, пускай на ответственное хранение у них продолжает лежать уже. Так, давай сюда все и перевожу. До приезда Роспотребнадзора. Пускай выясняет, кто им такие этикетки клеит, что можно хранить без ограничений. Он уже в каком состоянии, это кошмар. Так. Может на эти мандарины что-нибудь другое? Срок годности не ограничен? Замечательно. Здесь у них опять загрузчика. Ананасы. Маркировка должна быть на каждом. Какая-то есть. Наслаждайтесь. А, даты нет. Может быть на этой упаковке есть дата. Срок годности не ограничен. Дервый магнит вообще странная сеть. У всех магазинов есть сроки годности, у них нет. Вот здесь, допустим, есть срок годности. Я вот обманулся. А, написано условие хранения, плюс 3, плюс 25, срок годности не ограничен. Допускается реализация до потери органалитических свойств. Он замечательный, смотрите. Что-то я подозреваю, что здесь даже может быть и циника нет. Но, и циника маркировки. Так, это у нас свежая хурма, ромашка. Вышла? Прикенешь, нет? Первая хурма, ромашка. Ну, это не хурма. Ну, человек не знает, может хурма это. По-моему, это киви. Да, это киви. Смотри, а вот это кокосы уже рядом, они вообще без упаковки. Что такое? Точно, тут же тоже нет. Вообще ничего нет. Ой, он уже умер. То есть, внутри уже отслоился этот самый, там вода, видимо, уже высохла. По-моему, может это киндер сюрприз? А, киндер сюрприз. Потому что там должна быть водичка. А тут она, ой, вот замечательно. Вот я покажу. Смотрите. То есть, там уже дырка, там все высохло внутри, оно же чёрное внутри. Понятно, что молочка там никакого уже и нету в помине. Сколько им лет? А нам Бога известно. Это ж кошмар. Вот, ещё один. Тут аж плесень уже крупная. Белая. Вот это да. По акции 660 рублей. А вот это у нас как раз хурма. Интересно, в каком ящике она находится? Надо же, свежая хурма. 14.09. Срок годности не ограничен. Тоже не ограничен, да? Мне кажется, через месяц она уже начнёт гнить. Не, раньше. В холодильнике. А, в холодильнике, да, уже начнёт. Ну, может, на имбирь хотя бы есть срок годности. Срок годности не ограничен. Ну, я не понимаю, откуда. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы делаете? Почему здесь срок годности не ограничен? Ну, кто? Я товаровед магазин. Сергей Нурлатов, да? Да, всё верно. Нурлатов товаровед. Вот объясните нам, почему ни на один фрукт не установлены срок годности. Ну, потому что, в смысле не установлены срок годности. На каждый продукт везде есть свой срок. Вот у Манго, вот у Манго, 21... Не у каждого товара есть свой срок. Манго, 21 день, срок годности. Это кто он сказал? Ну, вообще-то это устанавливается, это на коробках написано, 21 день. У вас даже коробки элементарно нет. Значит, на что? Приятнее всего он просрочился. На всех остальных... Почему вы так решили, я могу сейчас заказать карточку товара и вы все это... Где? Вот я взял с витрины. Мы ничего не положим обратно. Вы законы вообще внимательно читаете, когда устраиваетесь? Я внимательно читаю. Пятая статья. Закон о защите прав потребителей. Три закона выучили и уже самые умные. Три закона выучили, да, самые умные. Что она гласит? Что без указания срока годности товар нельзя релизировать. Это я знаю прекрасно. А, ну вот прекрасно вы знаете. Да, я могу заказать карточки товаров. Что вы докажете? В смысле, что я докажу? Срок годности неограничен. Карточки товаров. Карточки товаров у вас срок установлен? Ну, я сейчас посмотрю. А, то есть вы даже не знаете. Почему банки у вас на реализации мятой? Почему у вас тоже срок годности неограничен? Он же высох изнутри. А там молочка должна быть? Это я знаю прекрасно. А, знать. То есть нельзя таким торговать, правильно? Нельзя. Нельзя. Ну, а почему вы торгуете? А зачем вы швыряете продукты? Ну, берем с реализации. Ну, и что, их надо швырять? Швырять? Да. Вы швырнули сейчас в кокос. Швырнули кокос? Да. Зачем вы это делаете? Вы швыряете продукты. Это уже не продукты. Вы прекрасно знаете, какое сейчас положение в стране. То есть надо торговать говном, чтобы люди платили последние деньги за говно. А вы получаете замечательную зарплату. Да, вы считаете, что это говно, да? Ну, вам понятно. Хорошие, прекрасные мандарины. Это говно. А потом... Заснимите, пожалуйста, говно в крупный план. Можно подойти, чтобы с вами до беседы? Нет, вы заснимите говно в крупный план. Послушайте, не переживайте, не нуждаемся в консультациях, что и как нас снимать. Вопросов не будет, раздайте бесплатно. Да вы что? Ну, подождите, вы же говорите, что это как бы нарушение... Нет, вы сказали, я цитирую ваши слова, что это говно. Ну, вот я вам говорю, снимите говно в крупный план. Это цитатор, что ли, или кто-то? Да, я цитирую ваши слова. Это товаровед. Я цитирую ваши слова. Сергей, да? Да, все правильно. Сергей, смотрите, вам делают замечания. Вы их принимаете, либо не принимаете? Вы начали говорить про какое-то положение в стране. Давайте я... А что вам интересует, я покупаю парточки товара? Все, что вы здесь видите, нас все интересует. Конфеты, фрукты, овощи, сыры. Как я вам все предоставлю? Колбасы, хлеб. Вы сейчас спекулируете положением в стране. Какое у нас сейчас положение в стране, что вы так позволяете себе говорить? Раздайте бесплатно. Все, вопросов нет. Они же это продают за сумасшедшие деньги. Что-то тоже самое, срок годности не ограничен на рейсе. Может быть, он принесет закон о защите прав потребителей, и конкретно пятую статью почитает. Он же верит, что знает. Ну вот, допускай, он почитает пятую статью, что на продукты питания должна быть установлен срок годности. И он нашел куда принести там. Ну, пускай, да, подождем его. Сергей, нашли хоть что-нибудь? Сделайте еще вот так. На камеру можете сделать. Попрыгать, станцуй. Присядку, станцуй. Яблоки можете так. Присядку, станцуй. Присядку, станцуй. Где вы еще легким пистолетом заняться? Мне, он перецом, наверное, под одеялом будет что-то нехорошее делать с нашими фотографиями. Это сердечки, какие-то девочки, заколки женские. Это что, такая мода у нас сейчас? На личности не переходим. Я вас спросил. Не задимешь, не надо. Нет, я просто спросил. Сергей, вы с нами не хотите общаться? Когда он побежал? Пообещал что-то принести и в итоге ничего не принес. Сергей, так вы нам приносить-то собираетесь, нет? Я сду информацию, пока отправят. Или вы тоже день города празднуете, как сотрудники полиции? Скажи, покупатель будет ждать несколько часов, когда он предоставит. Да пусть полицию хоть вызовет. Сергей, вы хоть полицию вызовете. Трубку, наверное, никто не берет, да, полиция? Вы за нас переживаете? Это вы сейчас что делаете? Поясните, чтобы понимать нам. Я с вами вообще не хочу общаться. В смысле, вы с покупателем общаетесь? Молодой человек, сейчас что делаете? Что за фотографии вы тут раскладываете? Откуда эти фотографии? Я вам сотрудникам всталить. Эти фотографии вы не можете выставлять, можете в туалет с ними сходить. С этими фотографиями. Это хорошо, что он их выложил. Не, пускай, пускай. Не, не, не. А, то, что, а, то, что главное потребителям. Ну, да, это даже, да, это даже хорошо. Это так получается, сейчас могу любую фотографию из интернета скачать и сказать, что вот, пожалуйста, это документы. Ну, выходит, что так. Что это такое? Это намасная долина какая-то, 20-го, 07-го. Ну, это ее, как бы, свежие. То есть у них своей маркировки нет, они, вероятнее всего, с другого магазина. Попросили, чтобы им сфоткали и прислали. У них даже карабок нет пустых от этого. Так и получается, что у них нету даже тары, в которые пришло, это все в магазин. У них нету тары. Да, жесть. Он принес конфеты просроченные до 29-го, 09-го, 22-го года. Ну, учитывая то, что он нам принес, подтвердил этой фотографии, что это просрочно, можно смело кушать. Что я и буду делать, пробовать на ароматические свойства. Она твердая. Ну, не обманул. Там директор, вот он, товаровед. Невкусная, ой, невкусная, горькая. Ну, ай, жесткая, мам, дорогая. Идем по лицу. Слушай, у нас там таскают, походу, дело. Все, таскают, все? А, смотри, это ты, шпайн. А, назад, эта девушка. Видишь, эта девушка, да? Там, где этот парень, пойдем, посмотрим. Ну, девушка, мы сейчас вернемся, и не убирайте ничего. Ну, и выходит назад, кричит. А хлебушек мой украинец. Звонамеренно некачественную продукцию выставляете на продажу опять? Слушай, там конфеты-то товар. Сергей. Я вам объясню, я с вами оплаты не собираю. Вы берете чужой товар, который уже оплачен. Вам, вы что? Можно покупать, Сергей? Сергей, можно мне покупать? Да? Положите товар, который уже оплачен. Вам чек показать? Сергей. Положите, выживайте, пожалуйста. Так мы уже вызвали, вы переживайте. Просто вы сейчас уже совершаете кражу. А поскольку вы это делаете в открытый, уже получается даже и грабеж. Да. Денис, покажи чек молодому человеку. Мы уже все зафиксировали. Сергей, нечего, что я конфетки ваши кушаю? Можно? Разрешайте мне кушать конфетки? По вашему кузу вам положено. А, мне по-моему, точно разрешайте. Даете добро. Да? Добро даете? Сергей, вы даете добро кушать? Так я все-таки не пойму, что происходит. Здесь они убедились, что здесь лежит не на тот товар, что мы купили. Его убрали. А, то есть они сыр унесли? Они сыр унесли, хлеб унесли. И колбасу унесли, да? Колбасу? И хлеб твой унесли, да? Я не вижу ни хлеба, ничего. Ну, все. Баночка не собрали. Посмотрите, поделешь? Ну? Поделешь, что ли? Ну, грудь есть, наверное, девушка. А, я просто не смотрелся. Ну, вот я думал, что там девушка. Это парень. Кажется, это девушка, а тут парень. Ну, видимо, мода такая. Можно поинтересоваться, зачем вы берете чужой товар? Есть чек на этот товар. Да, есть чек, что-то на это все. Вы это, ну, объясните, молодому человеку. Ну, что? Ну, на это все. Ну, не на все, но что-то есть, то, что пропало. Я не знаю. А, не сказали ли вы, если вы мне просто... Вы ему просто скажите, что он вернул, или хотя бы узнал товар, который у нас оплачен, и вернул. Это мой другая часть. А, он ваша начальщик? Да. Я никак не осаживаюсь вообще... Ну, вы ему скажите, что есть такая статья, кража называется. Он сейчас совершил хечение имущества, которое уже нам принадлежит. Извините. Мы-то мне по поводу товара обращаемся. С какой целью вы берете товар? Вы сейчас у меня отбираете данное имущество. Я вас не отбираю. Так поставьте на место тогда. Я вас не из рук взяла. Мне сказали, ну ладно, я... А вам что, надо вам спрепятствовать? Только тогда вы будете останавливаться? Давайте это сделаем. Давайте это сделаем. Без правильного им. Давай, не будем девушке, давай. Обычно это положено. Интересно, то есть, философия. То есть, если из рук, то это как бы... Да, нельзя. Если не из рук, то можно. Я его взяла, когда у вас нет. Ага. В смысле, мы здесь находимся. Мы все следим за вами, переживайте. Ждем полицию. Девушка, а... Министр, позвони в полицию, чтобы сделать заявление о краже. Попробуй 102 сначала. Да, скажи так и скажи, что на неотношный товар был потечен. Камеры наблюдения тут, надеюсь, есть. Пока смотрим. Слушай, я даже не знаю. Там направлено туда. Слушай, здесь даже камеры нету. Там сзади камера, она пишет то. Слушай, здесь вообще не просматривается. Только интересно. Мертвая зона? Мертвая зона, что ли, здесь? Получается так. Но все равно дальше будет видно. Ладно, попробуй 12. Здравствуйте. Дело в том, что вот я нахожусь в магазине, и у меня украли купленный мой товар. Да, 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 город Мормонск, магазин Кнеповича, 37, магазин Магнит. Значит, я приобрел товар, у меня его украли, и тоже увезли куда-то товар, который был просрочен, ну, в руководителя магазина. Ну, не владелица, нет, тут замк директора или товаровед кто-то ходит с работниками, вот они и увезли. Да, 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 совершенно верно, да. Ну, мы просто вызвали, просто вызвали, а никто не приехал. Нет, нет. А это имеет значение? Ну, там, вон куплен, думаю, 90 рублей. Масло, Денис Анатолий. Нет, нет, нет. Они знают. Угу. Спасибо. А, что вы делаете? Отойдите. Ну-ка назад. Я выбрал это. Руками не трогаю. Кого? Я вас не трогаю руками. Меня не надо руками трогать. Я вас трогаю, вы обалдели, что ли? Чтобы я к вам прикоснулся. Отпустите, я назад положу. Туда, назад. Да, просто так. Назад, это туда. Что ты не трогаешь? Что за детский сад? Я тебя не трогаю. Я тебя не трогаю. Нам меня трогать, нам трогать. Не надо меня трогать. Еще раз. И вас не трогал, вы обалделы. Вы меня трогали. Все. Ты вообще с головой нормально. Вот камера, мыльница все декорирует. Мыльница. Ну, вас мыльница. Ты адекватный, нет? Ну, это камера. Ты адекватный, нет? Саша. Ой, Саша, как вы? Сережа. Ты уже забыл, как его зовут? Я его трогал. Это обалдеть. Да, понятно. Моя величия. Я в шоке вообще. Так. Спас ананаса, да? Я что, зря тут мучился, блин? Ага. Спину надрывал, вот это все говно снимал с реализации. А, тут что-то... А, ну они так и поставили. Без какой-либо маркировки. Все, что ты снял, они просто поставили обратно. Да, даже несмотря, есть там что-то нет. Ну, они даже вперемешку, то, что там у тебя авокадо. А, да, да, да. Все вместе лежит. Манго. Манго, да. Просроченная. Все назад поставили. Хоть конфеты не уперлили. Ой, даже стали бананы перебирать. Если бы не пришли, наверное, никто бы не перебирал. А, подожди. Мы же это отсмотрели. Граната где-то написано было. А, нет. Такой же там. Что коробка из-под другого что-то была. Граната? На киви. А, на киви? Да. А, тут хурма написано. Они ее поставили назад, как хурму. То есть вообще, они вообще хоть немножко... Девушка, вот вы вроде здесь работаете. Вы знаете, что коробка другого. Почему вы ставите назад? Сказать можно? Уже. Но это я не считаю работой. Это обман потребителя. Вы ставите просроченные продукты. Извините, у меня работа. Понимаете, что у меня не покажите аккуратно? Это за ничего. Ну, так я считаю, вот это бы ничего не сделало. Вы считаете, это работает? Поставить назад просроченные продукты, это работает. Так что ж тогда не работает? Если бы вы нашли хотя бы маркировочку, все промеркоровали, исправили бы замечание, вопросов бы нет. Вы же просто назад поставили. В чем смысл вашей работы? Мы снимаем, вы ставите. Мы снимаем, вы ставите. Вот слышали, что мы вызываем полицию по краже. И подкинули нам. Я не знаю, наш, не наш. Я не вижу там маркировки. Слушай, а тут даже нету этой самой, это скорее всего, не наш хлеб. Нет? Нет пластиковой с датой. Они, видимо, уперли, может, выкинули. Ты имеешь в виду, что подкинули аналогичный хлеб? Аналогичный хлеб, да? Скорее всего. А, у вас есть хлебки нету? Нету пластиковую. Ну, понятно. Она должна быть. У нас же она была? Была. Может быть, увели, уже выкинули, скорее всего. А чтобы помойку не лезть, взяли, сняли. Ну, понятно. Пойдем посмотрим, что там творится. А, ну, пойдем. На морсиках. Теперь уже вы, вот, будут они описывать. Ага. Смотри, они опять это поставили. Нет, что, размять это все? Смотри, не надо иметь, не надо. Давай дозьмемся полицию. В любом случае, мы берем. Оно уже рассроченное. А, не пускай, мут, не надо этого. Нет, мять я не буду. Мы опять смеем. Просто за то, что ненастойчиво выкладывают, они будут один. Это, а чаще, сладкая хурма. Это похоже, девушка, на сладкую хурму? Хурма? Ну, вот она просрочена. Они положили другую коробочку и продают спокойнее. Это вообще. Это называется измором. Ну, что, ты, Денис, их не победишь. Знаешь почему? Не знаю. Потому что их больше. Ну, я сделаю. У тебя здоровья не хватит. Сильно обратно снимать. Я так сделаю. Попроще. Все. Смотри, они... Хочешь прикол? Они приклеили. Не было, они приклеили. Прилепили что? Прилепили нашу маркерку. Опачки. Их не было, смотри. Они прилепили. А какую дату приклеили? Не знаю. Третью, да, просрочную. Ага. А, нет, тринадцать. Что там, третья? А, да, третья, третья. Ага, нашли, нашли. Нашли, нашли. Самое интересное, у меня идет непрерывная видеозапись. Что ее не было? Да, ее не было. Это все зафиксировано. Когда мы про это сказали, что ее нет, они побежали, чтобы доказать, что это наш товар, что они его не трогали. Он так материализовался. То есть, смотри, сначала они сперли, потом вернули, потом поняли, что они вернули без зажимчика, нашли зажимчик еще раз, сперли, приклеили зажимчик и вернули. Не, я говорю, дело было так, они выкинули в помойку, положили другой, а когда поняли, что я ей, пришлось кому-то лить за этой штучкой. Это жесть. Вообще, ведь залепили. Будет прикольно, если они еще стерли отпечатки пальцев. А, ну да. Вот эти запросто в перчатках, она могла протереться. Тем более, мы же озвучили, что не трожь, потому что отпечатки пальцев. Ну, если не стерли, это тем самым они еще усугубят себе. Он же не мог сам испариться. Ну что, опять звоню, 102. Да. Что же делать? О, а может, в Октябрьское попробовать? Здравствуйте, масло вас беспокоит. Вот мы два часа назад вызвали полицию или участковую. Узнали, что вроде участкового где-то на выезде. Вот как нам узнать? Полицию не дозвониться вообще никак. Вы-то на удивление. Как нам узнать? Позвоните, пожалуйста, в дежурную часть. Они трубки не берут. Они трубки не берут. Вы-то трубки не берете. Вы отказываетесь на помощь? А я трубку бросил. С кем разговаривал? Без понятия. Она не переставилась. А, с дежурной. Постой 12. Так, 102? Так, дозвониться надо 102, да? Поп. Кошмак. Просто здорово. Хорошо, и что нам делать? Что нам делать? Ну, а что нам делать? Ну, я не знаю, что с хлебом делать. Ну, хлеб-возврат делать, денежки обратно возвращать и оставлять им их. Не, ну, можно просто идти тогда. Ну, вот у меня возникает вопрос. Если по ней все унесли, да? Да они это сейчас все унесут и поставят назад. Пусть ставят назад, хорошо. Нам руководитель нужен. В любом случае, руководитель для того, чтобы он пояснил. Какие-то объяснения какие-то. Так, а что нам делать-то? Потому что я говорю, мы не можем просто взять так и убить. Девушка, извините, пригласите вот этого Сергея. Сергея, мальчик, девочка, не знаю, кто. Затеряюсь. Ну, так кто не поймешь, кто там. Ну, разговариваю, спрашиваю, не знаю, что это спросить. Я к чему это веду? К тому, что, ну, чтобы нас ни в чем потом не обвинили в порче и тому подобное, нам, соответственно, нужно это как-то зафиксировать. Либо получить, что претензий к нам нет никакой. Но иначе мы будем дуношних все равно дожидаться. Так или иначе. А с кражей что делать? То есть материал-то издадим, пока я расследую. Что делать? Ну, а если и в проконавательном уровне не работать? Сегодня у нас день города, и еще не работает. Ну, да. День города, сотрудники полиции не работают. Мы не можем здесь находиться вечно. Соответственно, мы не сможем на данный момент вас оформить. Но в то же время мы уйти не можем, не получив от вас, скажем так, от руководства высказывали, что претензий нет. Я вам поясню, почему мы не можем уйти. Чтобы нас не обвинили в краже, в течение, в порче и вещество. Давайте я закончу мысль, вы до конца дослушаете, да? И вы поймете, что вы должны сказать. Да, либо да, либо нет. Вы сложили весь товар на пол. А, вы что такое? Давайте еще раз послушайте внимательно. Я могу говорить медленно, могу говорить быстро. Но ты еще хамить не будешь, да? Да он хамит. Ты можешь просто помолчать? Что еще? Делать. Помолчать. Все, спасибо. Сергей еще раз попробует ускорить. Я вижу, что нетерпение. Значит, задача состоит в следующем. Нам нужно покинуть данный магазин. Ну, вы очень просто говорите по конкретии. Что вы? Готов? Слушаем дальше. Еще раз. Сергей, значит, внимательно слушайте. Нам, чтобы покинуть магазин, нужно, чтобы вы сказали на видеозапись, что у вас к нам претензии нет. Я вам, я не буду это говорить. Вот. Отдавайте. Если вы такую фразу говорить не можете, мы в любом случае дождемся полиции. В любом случае. Вот. И тогда... Давай, давайте не до закрытия. Нет, мы будем после закрытия. Мы будем здесь не до закрытия, а до того момента, пока не приедет полиция. Пока мы вас не оформим. Даже если будет после закрытия. Все. Можно сказать, как кто вы? Товаровед? А вы кто? Вы уполномочены решать такие вопросы? Позовите вашего руководителя. Кого? Ну, кто сейчас старший в данном магазине? Я. Товаровед сейчас самый старший. И вы так решили. То есть, вы решение сейчас приняли самостоятельно? Конечно. Самостоятельно. Я вам советую, и так будет правильней, позвоните вашему руководителю. Не важно, что сейчас выходной день, не выходной день. И проконсультируйтесь. И подойдите, буквально через сколько-то минут, когда вы это сделаете, скажите, чтобы это было решение не только ваше. А именно руководителя магазина. Потому что в итоге здесь принимаются юридически значимые решения, которые могут иметь определенные юридические последствия. Поэтому Сергей Нурлатов, товаровед магазина. Пожалуйста. Товаровед. Товаровед, да, магазина. Пожалуйста, свяжитесь с руководителем. И скажите, что это ее решение. Если вы сделаете разговор при нас с руководителем, будет вообще идеально. Я не буду это делать. Сергей, секунду. Сергей, выглядите, что я съел конфеты. Да. Вы принесли маркировку. Она просроченная. Ничего? Просрочку можно есть? Подойдите. Посмотрите. Это кто кому еще должен претензии предъявить? Покажи. Смотрите. Срок годности до 29.09. Сегодня 10.10. Это как? То есть у вас претензии, потому что я съел просроченные конфеты. Возможно, мне будет плохо? Конечно. То есть у нас претензии, а не у вас. Поэтому у вас такой же вот. Ну, видимо, да. Потому что я ем, думаю, свежие. Просроченные будут, кушайте просроченные конфеты, кушайте. Ну, видимо, питание за счет магазина. Вы же продаете. Вы хотите, чтобы это я купил? Сергей, так что, претензии есть к нам? Сергей! Я подойду, ты тоже. Слушай, ну такой молодой, такой наглый. Он меня уже переплюнул. Охреневший просто. Даже меня переплюнул. Борзый. Ладно, Денис, ставлю я паузу. Да, ставлю. Я считаю, что я буду ждать их, в любом случае, сотрудников полиции. Можешь фамилию назвать руководителя, который принял решение? Ну, понятно, ладно. Здравствуйте. У него что вы сидите? Давайте начну. Я начну разговор, а потом Денис Анатольевич продолжит. Значит, смотрите, ситуация такая. Мамай Владимирович, на данный момент я являюсь оператором. Значит, выявляем просрочку в данном магазине. Обнаружили сегодня просрочку. Накануне мы приходили, делали замечания, обошлись без вызова сотрудников полиции. Надеялись, что замечания будут устранены. Пришли замечания те же самые. Собрали по магазину просрочку. Товар, который продается с нарушением СанПИН, с нарушением технического реглана таможенного союза. Просроченный и так далее, и так далее. Выложили его здесь. Вызвали сотрудников полиции. Пока отвлеклись, извиняюсь за выражение, прописать такие дела. Мы здесь находимся с 12 часов или даже раньше. Очень долго находимся. У нас произвели хищение товара. В том числе товара, который мы заранее оплатили. Все у нас зафиксировано на видеозапись. Причем с того момента, как мы сюда отошли и вернулись, шла непрерывная видеозапись. Не переживайте, не перебивайте, пожалуйста. Шла непрерывная видеозапись. Всю информацию я, соответственно, предоставлю. Значит, данное хищение, по моим предположениям, совершил вот этот вот работник, товаровед Сергей. Значит, неоднократно делалось замечание, чтобы он этого не делал. В том числе вернул товар, который был нами оплачен. В итоге нам товар этот подкинули. Там вот хлеб лежит просроченный. Что с ним делали, мне неизвестно. Потому что, ну, это я на видео потом покажу. Что сначала был... Это есть товар, да? Товар, все у нас было зафиксировано. Были сняты просроченные салаты, сыры, колбасы. Я не беру тот товар. Который оплачен был, да, один товар. Это одна единица, это хлеб. Все остальное, это было снято в связи с тем, что нельзя это реализовывать. Ну, несмотря на то, что прям при нас брали, обратно ставили. Мы обратно снимали, они обратно ставили. Но не можем заниматься вот эту детскую игру туда-сюда ставить, понимаете? Скажем так, больная спина и тому подобное. Тем более не я это все поднимал. Это, кажется, ну, поставили и поставили. Заявление тогда... Заявление мы сейчас напишем и на кражу, и на скрытие следов правонарушения. На данный момент я считаю, что совершено все-таки преступление, а не административное правонарушение. Почему? Потому что они, заведомо зная, что товар просроченный, под видеозапись, на замечание не реагировая, ставят товар обратно на реализацию. Более детально я могу пояснить, в чем конкретно товар непригоден для продажи. То есть это прямо в законе о защите прав потребителей написано «Запрещено». Хорошо, давайте тогда оформим заявление. Давайте. Можно вас просто дать на камеру, да? Давай. А вы непрерывно делали видео? Да, непрерывно. И все цитаты тоже записали, когда вы меня называли пидорасом. Я вас назвал пидорасом? Вы не ругайтесь, давайте. И другими, другими словами. Я вас не назвал, более того, я вам скажу... У вас это зафиксировано? Да, у меня все зафиксировано. Я вам еще раз, послушайте меня, понимаете, послушайте меня. А я к этой теме отношусь, вот я обязательно это выложу, очень толерантно. Понимаешь? Вот мне все равно, кто ты на самом деле. Гомосексуалисты, либо не гомосексуалисты. Мне тоже не знаю, кто вы. Ну так ты задал вопрос, ну ты хочешь, я тебе ответ дам. Вот ты хочешь меня обвинить, что я не толерантен или что? Я спрашиваю еще раз. Ну спрашивай давай. Вы записали тот момент, когда ваш коллега... У меня все, что нужно для меня, я записан. Вы можете точно так же записывать. Да он не выражался матом. Что вы начинаете? Он не выражался матом. Он не выражался матом. То, что вы оскорбляетесь, это ваше личное дело. У меня очень много свидетелей. Ну вот, а у вас свои свидетели, у нас свои свидетели. Ну да. Спасибо.